Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, мы продолжаем играть в Unelty Immortal Fate, шестой сезон, сейчас мы будем грабить казино, легальным способом, так сказать, обыгрывая его подчистую, правда нам придётся жульничать, чтобы прийти к успеху, но перейдём к делу. Корон, где он? Мне бы пора уже услышать что-то от него. Все вы можете меня слышать? Наши приготовления закончены. Сейчас можем проверять изображение со всех охранных камер. Фуга, попытайся не ослаблять свой галстук. Если ты будешь одеть неопрятно, ты можешь привлечь к себе нежелательное внимание. Я могу понять, что у Фуга за спиной, мне казалось это пиджак, но сейчас у него вообще нет никого пиджака, ну да ладно. Я думаю, я слишком задумываюсь об этом. Какая шумная ворона. Но похоже, он получил доступ к охранным камерам. Тут, кстати, не стоит обратить... Ладно, сейчас, закончим диалог. Я снова порядусь по плану. Ваша цель это играть здесь как посетители. И заработать 1 миллион фишек, чтобы добраться до VIP-комнаты. Вы можете тихо осмотреться вокруг, или... Осмотреться у автоматов, что ли, или что это. Или сыграть игру в рулетку. Вы можете передвигаться достаточно свободно, да, в определенной степени. Если вы получите от меня инструкции, делайте, как я скажу, в конце. В конце концов мы здесь, чтобы заполучить деньги. Не... Ну вообще не распускайтесь и не используйте наши собственные накопления. Сейчас я поищу игру, в которой будет легко отжульничать. Я позову вас снова. Эх, зачем жульничать? Я уверен, что мы сможем выиграть их, честно. Даже если он говорит, что мы можем делать все, что мы хотим, я не знаю, что делать, потому что я впервые в таком месте. А, ладно, это нормально. Сначала стоит немного поиграть, пока я не получу следующие инструкции от корона. Отлично. Эх, опять... Мы забыли закрыть тег. Но неважно. Так, ходите свободно вокруг казино. Нелли, другие члены нашей команды должны действовать независимо друг от друга, чтобы собирать фишки. У нас, кстати, уже есть тысяча фишек. Осталось всего-то 999 тысяч. Да, в общем. Мы или игры будем использовать, или еще какие-нибудь штуки. Так, мы можем позвать наших со-тварищей в казино и играть за других персонажей, я так полагаю. Неплохо. Что такое, интересно, Беттон? Я сейчас подумал, что это Баттон. Нельзя же написать слово Баттон настолько неправильно. Может быть, я что-то не понимаю. Ну, Беттон это дубинка. Но я не думаю, что мы можем менять персонажа, используя дубинку. Это очень загадочно. Разве что, мы будем вырубать их по голове, их душа будет переселяться в наше тело, что-то подобное. Ладно. Думаю, за это слово для перевозчика будет отдельный котел в аду. Так, некоторые персонажи могут взаимодействовать со всякими событиями, спрятанными в игре. Ну, как спрятанными? Если вот эта большая красная надпись «Ивент» — это спрятанные, то я, конечно, не сомневаюсь в правдивости этих слов. Но мне кажется, не так просто не заметить эти спрятанные события. Ну, давайте пообитать и сразу подкатим к этой женщине. Пожалуй. Так. Нелли отлично выглядит. Правда, она всё равно кажется каким-то, я не знаю, бочоночком. И в обиду будет сказано. Ну и правда кажется очень кругленькой. Видимо, жизнь в бегах делает такое с людьми. Он опаздывает. Я сказал ему встретить меня перед статуей богини. Интересно, он забыл? Отличное событие. С другой стороны, может, это информация. Мужчина! Что это вы ходите тут? Страшно. А, мне интересная тёмная девушка. Да, это очень по-разистски мужчина. Тёмная девушка, блин. В розовом платье. А, походу, к этому парню нам нужно будет подкатиться к жабу. Главное не говорить ему, что её зовут жаба. Поэтому может это заподозрить. Второй пожаловать в опасное казино Мисте. Мужчина. Мужчина, поговорите со мной. Тут у нас есть доклады об украденных фишках. Но охранные камеры не показывают ничего подозрительного. Это правда или ложь? Мы не можем сказать точно. Так, отлично. Так, я не знаю, зачем я сохраняюсь уже в третий раз. Так, вот у мужика. Что, может, ещё с кем-то можно поговорить? Если ты думаешь, что ты можешь есть один месяц сотни фишек, не будь слабой, сегодня мы выиграем. Я какой-то сумасшедший, я нихрена не понял. О, мы нашли 100 чего-то. 100 фишек. Неплохо. Сохранимся по такому поводу. Мужчина, у вас как дела? Так, вип-комната в этом направлении. Место, где жизнь человека может измениться всего за одну игру. Так, 25 фишек. Ну, я чувствую, мы так очень быстро наберём миллион, если будем подбирать. Так, женщина. Может, я куплю новую машину с сегодняшним выигрышем? Вот почему я не могу прекратить играть в вип-комнате. Я выиграла игру. Если я найду милого маленького мальчика, я дам ему немного денег. Хм, милый маленький мальчик. Хм, кто... Ха-ха! Ну, простите, я врезалась у вас пока, я не смотрю... О, я в порядке, это явно карманница какая-нибудь. Не беспокойтесь, ну, извините меня. Ну, и сколько у нас пропало фишек? А у нас пропала половина фишек. Правда, я только что заметил, что большое число моих фишек исчезло. Должно быть, это женщина, с которой только что столкнулась. Но, похоже, она всё ещё в этом здании. Найди ее перед тем, как она не сбежала, и верни... Блин, мужчина-охранник тут у нас это преступление. Вперёд! Мне кажется, питон очень похож на милого маленького мальчика. Правда, он теперь не в шортах. Блин, я так и знал, что этим кончится всё. Так, что я делаю? Так, господи, на это остановись. Так. Тут можно что-нибудь поиграть? Да, господи. Играть-то, походу, и не во что. Так, куда бы пойти? Столько вариантов. Так, ну тут явно можно во что-нибудь поиграть. Чего бы нам не поиграть в эти автоматы? Отличная идея. О, отлично, всё понятно. Ну что, это эльфийский? Это загадочный язык, явно кто-то... Как выиграть-то? Как я играть... Как в это играть-то, блин? Хм, хм, чтобы выбрать. Ну, как игра в казино? Я только что наложу руки на довольно важные франции, поэтому если я поделюсь эти автоматы в казино... Камера подозрительно двигалась. Скорее всего, они мониторят удачливые машины, которые постоянно меняются. Если надо наблюдать за движениями камеры, если бы определить удачные и неудачные машины... Ты не можешь выиграть много денег на автоматах, но не так уж плохо, если ты будешь постоянно выигрывать деньги с небольшим риском. Если ты планируешь выигрывать на автоматах, держи это в уме. Блин, так, текущая удача неудачливая машина. Так, сейчас... Б... Б и Е сейчас удачные машины. Ну, и мы что-то сейчас были на Е, и что-то было не особенного удача. Давайте попробуем сыграть на Б. Блин, что-то... Чем дальше, мне все меньше нравится этот сезон, блин. Хочу играть в казино, а давайте уж уж какое-нибудь здание ворвем. Может, по-стариночке? Так. А мы можем увеличить ставки. Я же... Блин, если я еще знал, как вот это играть... Давай, работай! Ну что, я что-нибудь выиграл? А, да, вот, кстати, я выиграл аж 10. Ну, нет, будем продолжать играть. О, господи. Играть хочу. О! 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 Я ничего не понимаю, если честно. Что-то, мне кажется, я особо не зарабатываю. Если бы вся эта хрень была еще не на японскую. Я устал уходить. Эй, ты не хочешь поиграть в мою маленькую игру? Я... Короче... Возьму 500 твоих... Короче, замешаю 500 твоих фишек в руке. Тебе просто нужно будет угадать, в какой они руке правой или левой. Если я выиграю 500 фишек мои, если ты выиграешь, я верну тебе 1000 фишек. Отлично, и краса, иначе то, что у меня 500 фишек. Как в другой раз. Блин, я ничего не понимаю. Я серьезно ничего не понимаю. Эгэ. Теперь вроде нас Е удачливая. Хотя вроде бы Е одновременно и неудачливая. В общем, как бы главная загадка. Давайте попробуем. Чет не пошло. Продолжим, пожалуй. Включилась запись. Интересно, все нормально. Ну, я нашел фуга. Может быть, он сможет прийти к успеху в этом ужасном месте. Каждая пластиковая фишка цена как настоящие деньги. Я теряю свою чувство справедливости. Можно поделить... Так, короче, иди работай. Тогда я пойду играть. Смотри, как я заработаю кучу денег. Блин, ничего себе он носится прямо. Поэтому... Так, так, вы... Блин, не знаю. Тянет ли фуга на милого маленького мальчика? И только один способ проверить. Ну, блин, иди, какой милый мальчик. О, ты-то выглядишь довольно мило. Я чувствую себя так хорошо сегодня. Тебе что-нибудь вкусное на эти деньги. Хо-хо-хо-хо-хо. Две тысячи. Так он называет милым маленьким мальчиком. Отлично. Так. Нам надо найти жабу. Давайте попробуем еще так кого-нибудь подомогаться. Длинный чувство мы здесь очень надолго, если честно. Эй, я совсем не смог выиграть. Разве... Ну, чё там часом раздатчик не жульничает? А? Эй, ты, ты похудеешь довольно удачным. Почему бы вы тебе не оставите мне твои фишки? Я могу вернуть их... В двойном или в тройном. Давайте дадим ему 100 фишек. Или 500. Давайте 100 дадим. А, всего лишь столько? Ладно, давай поиграем. Что-то чувствую я. Ничего мы не выиграем. А, найти-то тоже что-то. Только с моим навыком игры в карты я смог выбраться из трущоб. Я не буду видеть преступников, которые считаются переулками, заброшенным зданием больше. Что? А? Что-то с моим лицом? Ну, может сказать, что это довольно удачливо. Не может быть, это бомбисты заброшенные... Из заброшенного завода? Почему он здесь? Я думаю, я видел у тебя где-то. Диод, не вспоминай. Я больше не Чарли, вскрыватель замков. Я вырос из этих грязных трущоб. Посетители, хотите сыграть в фокер? А, да. Он не понял, кто я все еще. Что я был бывшим преступником. Нельзя, чтобы мы ее историю раскрыли здесь. Я быстро оставлю его проиграть. И он уберется от этого стола. Ну, зашибись. Хорошо, это фулл хаус. Блин, надеюсь, меня не заставят вспоминать покерные комбинации, потому что я плохо их помню. Рука этого посетителя, самая сильная. Черт, побери! Я снова проиграл. Подходит, исполняй тебе, подходит демон-бомбист. Случайно он разоставляет других посетителей выигрывать. Я смогу обобрать тебе, даже не вызывая подозрений. Проклятье, я уже много проиграл. Если так и продолжится, другим определенно найдется, что сказать. Стрейтфлэш. О, удивительно. Этот посетитель выиграл. Проклятье. Да. Этот бомбист, который так был из ручавых, теперь совсем бесполезен. Время тебе пойти домой. Какая-то непонятная фраза, а? Кухенский, что бы это значил? Может, какая-то шаргонная фраза? Черт, я знаю, что он сказал, но не суть. Что? Действительно. Я подумал, что это было дежавю, но я вспомнил. Разве ты больше не вскрываешь замки? Эй, 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 идиот. Извиняюсь, я говорил сам с собой. В следующей игре я буду ждать выигрыша. Мистер Дилер. Эх. Роял Флэш, спасибо, Дилер. Ха-ха. Какая удача. Ты удовлетворен? Эй, фука. Похоже, нашел слабость этого Дилера, но... Раздатчик. Дилер называется. В карточных играх. Ну, это опасно, если ты противник станет отчаянным. Не позволяй, ну, не выпускай игры. В общем, держи все под контролем. Как всегда, очень шумный. Ну, пожалуй, да. Если он совсем отчаянется и выдаст мою личность, это будет проблематично. Пожалуй, пока остановлюсь. Это новая жизнь также и для вора из Трущопа имени Чарли, взломщик. Так, ну, мы выиграли аж 3000. Уже почти миллион, как говорится. Ну, думаю, ты уже привыкаешь к атмосферикой в казино, не так ли? Кстати говоря, это всего лишь разогрев, пока мы не заработаем миллион фишек. Сможешь ли ты быстро с этим справиться? Блин, мне кажется, я не смогу. Эй, я уверен, что ты сможешь. Заработать миллион фишек, это всего лишь разогрев, чтобы разуничтожить казино. Но это все еще большое количество денег. По этой причине я думаю насчет пути, как заработать больше фишек. Быстро и эффективно. Скоро условия будут готовы, чтобы увеличить наши фишки во много раз. Пока заработай 28 тысяч фишек сам по себе. У меня есть идея, как достигнуть миллиона после этого. Тебе нужен какой-нибудь совет, как заработать фишки? Очень нужен. Ну, для начала попробуй нацелиться на удачливые автоматы. Ну, это для начала. Позиция удачливых автоматов, ну, я знаю, что они меняются. Он будет давать нам знать. Так, после этого обращаем внимание на людей вокруг тебя. Ты можешь получить больше фишек от счастливых посетителей, которые уже много выиграли. Если у тебя какие-то проблемы, которые слишком сложно решить самому по себе, передай, в общем, другому все это в руки. Кто с этим сможет справиться? У нас тут вообще пятеро, так что ты из них сможешь об этом позаботиться? Понятно. Так, ну да, да. Понятно. Да что это за батон? Типа, а, батон, кажется, понял, что это значит, что это типа какая-то палочка, которую используют для шеребьевки. Это, конечно, очень забавная метафора. Эх, опять зря видел переводчиков, но мне кажется, они все что заслушивают. Не ходи один и передавай, так сказать. Эту палочку в другом время от времени. Да, можно услышать заново все эти советы, если мы хотим. Так же здорово не вызывать ничьих подозрений. Так, отлично. Нам бы найти, короче, жабу и выманить деньги молодого человека вон там. Раз уж на Эль ничего не может. Так, тут какое-то растение может нам подсказать, что... А вот жаба, собственно говоря. Так, покажем. Так. Я не понимаю, что это такое нормалборд, во-первых. Е это удачливая. А Фэ не удачливая. Тут нам на какой-то высокие ставки Ф удачливая. Короче, проще всего играть, походу, в Ешку пока, да? Давайте поиграем еще. Эх, увлекательная серия, я чувствую, будет. Давайте. Мы поставили одну фишку. Я чувствую, мы точно придем к успеху. А, нет, кстати, неплохо зарабатываем. Так, а что я делал? Но все равно неплохо пошло так-то. Зарабатываем как можем. Эй, да давайте уже играть. А, вот это... А, нет, вышло. Так, селил. Что-то я чувствую, что до добра меня западные игры не доведут. Неплохо, продолжаем. Сейчас в 6000-то точно набьем это. Ну-ка, ну-ка. Неплохо. Зарабатываю как могу просто. Блин, какой ужас. Так, надо увеличивать ставки, я чувствую. Неплохо. Но десяточка всего, на самом деле, вообще ни о чем. Тут на самом деле... Блин, если бы мы выбили 5 семерок, то, конечно, мы бы сразу стали очень богатыми. Буратино. Ну-ка, давайте сразу побольше поставим. Ну-ка. Нет, опять, опять. Все зря. Звездочки. Да. Мы выигрываем по 10 фишек, это, конечно, очень здорово, прекрасно. Ну, как говорится, хоть сколько-то. Я, честно говоря, без понятия, что я делаю. То есть, что это за три полосочки. Получаю ли я больше, когда... Я. Я. Не знаю, не разбираюсь в этом. Ну, мы по-прежнему не можем выиграть ничего стоящего. В смысле, у меня же есть трешка. А, или я должен... А, ну да, это я на одну линию ставлю, типа. Получается, могу поставить на большее количество линий, но потратить при этом больше в случае неудачи. Так что ли? Очень загадочная ситуация. Блин, великолепно. Блин, вот это геймплей, вот это я понимаю. Наконец-то нас завезли какой-то геймплей. Вот всю жизнь мечтал просто, что... Так сказать, казино у вас дома. Вообще, этот сезон можно выпускать как отдельную игру, я считаю, уже. Сборник такой мини-игр. Эх. Блин, неплохо, 200 заработали. Ну-ка. Ну, конечно, как только мы выиграем, сразу хочется выиграть еще. Наверное, не выиграть ничего. Я не вижу смысла, на самом деле, не ставить на все три, потому что мы тратили три фишки, а шанс выиграть, ну, несравненно больше, как мне кажется. Если, конечно... Ну ладно, продолжаем. Ну-ка, ну-ка! Так я, наверное, слишком громкий, на самом деле. Блин, я не могу остановиться. Будем сидеть тут, пока не заработаем 6 тысяч. Или пока не заработаем много тысяч. Блин, а миллион-то нам оставят. Можем купить жилье от Новый Дом, если, конечно, она извинится перед нами. Желательно на коленях, еще видео запишется извинения. Ну, неплохо. Мы выиграли минус две фишки. Ну давай, семерочка, семерочка! Так, отлично, отлично, сейчас заработали 6 тысяч. Блин, ну, знаете, это не самое веселое, честно говоря. А ты приходишь в казино, потому что там... Ну, блин, это не очень интересная игра, потому что нет риска что-то проиграть. Кстати, нам надо еще найти женщину-карманницу по-хорошему. Так, ладно, сейчас добьем какого-то числа, который меня удов... Блин, ну, короны это как бы такое издевательство. Они вообще ничего не дают. Это как бы ты выиграла, как бы, знаете, и не хочется. Это как бы тебе дали бесплатные корзины пирожков, но они все из грязи. Вот, примерно, такие же ощущения возникают. Продолжаем играть. Продолжаем. Нет. Так, потеряли деньги на этих проклятых коронах. Ну-ка. Ну, неплохо, неплохо. Но мы, я уверен, мы можем выиграть больше. Ладно, хватит. Пора остановиться. Так, теперь мы возьмем жабу и пойдем соблазнять мужчин в этом заведении. Уверен, на отлично. Ну, блин, у Нейль нету руки, так что там как бы вне конкуренции. Я не могу сосредоточиться на игре в этом платье. Я чувствую, будто меня смотрят много, нанесут много людей. А то я потратить слишком много, не так ли? Думал, это было неопытно. Что-то непонятное сделал. Ладно. Посмотрите, я могу уничтожить это казино за 10 минут. Я не очень понял, какой смысл отделить фишки. А вот заметьте, кстати, у жабы 3 здоровья. Значит, это же нам придется поиграть за нее. В более привычных для нее условиях. Так, ну да, опять поменяли счастливые-несчастливые автоматы. О, да, сейчас это идеально. Все, так, все, возвращаемся играть. Да, это сейчас самый отличный автомат. Вот сейчас-то мы и заработаем, Мечус. А, тут гораздо больше ставки, кстати. Нужно ставить по 10. То есть, очень, гораздо ниже шанс отыграться на самом деле. Что, ничего? Да ладно, я уверен, мы сейчас отыграемся. Все так говорят. Ну как отыграемся? Что-то не очень идет, надо отметить. Вообще, мы не отыгрываемся, только тратим мы на этом автомате. Очень счастливый автомат, ничего не скажешь. Ну а сейчас мы бы ушли почти в ноль. Или нет? А сейчас мы вообще ничего не выиграли. Эх. Ну семерочки, счастливые, где же они? Или этот автомат меня сейчас разорит? Или не разорит? Все, продолжаем дальше. И чувствую уже, что удача наконец-то упала к нам в руки. О! Мы ничего не заработали. Да, вы глядите, сквозь скорости мы зарабатываем деньги. Это нечто невероятное. А, тут удесятеренный шанс выигрыша. Теперь я понял, почему мы зарабатываем. Тем более, у нас есть еще больше резонов продолжать играть. Отлично, нам выпали даже пять, но корон. Это как бы огромная корзина с пирожками, но они все еще из грязи. В любом случае, мы немного заработали. Самая лучшая серия просто в мире. Блин. Мне очень интересно пойти с собой, снять того мужчину за шабу. Но не могу, не могу отойти от автомата. Блин, бесполезный автомат. Давай. Пять семерочек. Я знаю, что он может это сделать. Мы продолжаем играть. А семерочка? Блин, мы зарабатываем деньги только так. Мы сейчас в 10 тысяч выедем. У жабы-то счастливая рука, похоже. Так, ну как бы ни о чем, а как бы и здорово. Давай. Давай. Мне кажется, это уже болезнь. Ну давай. Да не короны, прохлятые короны. Как же я вас не напишу. Нет, ну мы можем выйти в 10 тысяч спокойно. Отлично, мы заработали еще 200. Неужели мы сможем выбить хотя бы 4 чего-нибудь хорошего? Например, звезды. Да, 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 да. Мы сейчас заработали просто тысячу. Просто не глядя. Ну, ну. Так, а тут ладно, надо остановиться. Блин, ну такой хороший автомат я буду. Блин, может в бильярд поиграем? Уверен? Блин, ребят. О, питон. Кстати, посливается с обстановкой, его даже не заметил сначала. Давай, я почти выиграл. У меня есть удача, но у меня мало денег. Давайте, дожите мне тысячу фишек. Как нехрен просто. Просто, как нехрен тысячу. Просто и могу, потому что. Помочь страждущим. О, ты серьезно? Спасибо. Ты очень понимаешь. Я верну их пашь, теперь я пойду играть. Где он? Ладно. Так, питонам пока не нужен. Женщины, успокойтесь. Может быть, это еще кто-то другой. Я нервничаю, когда вижу большие деньги, как они двигаются передо мной. Наблюдать это еще один путь насладиться хорошим казино. Что-то не так с этой игрой с костями. Как бы сказать, я всегда проигрываю на критичной точке. Но ничего подозрительного в том, как она выглядит, этот кубик. Это что-то случайное. Может, ты можешь различать даже самые... Не слышим мои звуки кубиков. Что-то непонятно. Но я чувствую, что нам пригодится здесь кто-то вроде питона, возможно. Не знаю, как у него со слухом. А, у Нель же хороший слух, точно. Эй, юноша. Кого ты юношей назвал? Урод. Ну-ка, пойдем, выйдем, разберемся. Почему бы тебе не сыграть в игру со стариком? Следующая на рулетке. Что-то рулетка на столе. Бэ, что-то один из двенадцати. Что ты несешь? А, понятно. Нужно угадать, где будет номер. В какой-то третий. 140? Вообще не оч... Так 140 или 2000? Что-то я не понял. Хрен с тобой. О, наш... О, тут можно играть в рулетку. Блин, надо... Все, пойдемте сначала к мужику. Побеседуем. Это... Вот. Где? Он просто взял и дал нам тысячу. Что? Почему? Или, может, он ушел, не сказав ни слова? Время, жуткие деньги. Шаба прекратила вытягивать деньги из котенона. Ничего не сделала. Если вижу ее снова, я спрашиваю вопросы. Или не понял, что сказал корон. Не суть. Эх, надеюсь, не подумал, что у продажной женщины. Потому что тысячи это слишком мало. Так, ну что, ты выиграл? Блин, почему я не могу выиграть? Если я выберу еще одну, я мог бы... Так, деньги верни. А, ты видишь, у меня ничего нет? Не могу вернуть, чего у меня нет. Ты че? Блин. Деньги верни. Так, этого мы запомнили. На счетчик тебе поставлю. Через неделю на заводе приходишь и возвращаешь под проценты. Ты понял? Так, пойду слушать кубики. Крон-то мы... Это не важно. А, ты стираешься отдохнуть, тогда я пойду поиграю. Так. Отлично. Сначала я хочу забежать... Блин, Найль такая медленная по сравнению с нормальными людьми, это ужасно. Прости, Найль. Мы не будем отрицать, что ты все уже инвалид. Ну, посмотри. Так, еще... Так, еще немножечко автоматов. Моя любимая игра. А, блин, надо еще в рулетку сыграть. Ну, видите, я захожу просто и сразу выигрываю 770. Даже не чувствую этот автомат. Просто захожу и выигрываю сразу еще 200. Просто захожу и выигрываю сразу... Сколько? 550. Тоже. Тоже деньги, тоже деньги. Просто беру и выигрываю... Так, нет. Давайте, хорошие какие-то. Давай. Давай, дурацкий автомат. Работай. Просто беру и выигрываю. Просто беру и выигрываю. Просто беру и выигрываю. Просто беру и выигрываю 200. Блин, если бы мы выиграли, если бы на этом автомате 4 пятюни... Ой, 5 семерок, точнее, какие 4 пятюни. 5 семерок, мы получили 77 фишек просто. Но сейчас мы получили, кстати, 2000. Думаю, хорош. Опа, все поменялось. Теперь С у нас удачливая. А, так у нас С опять удачливая. Вроде. Отлично. Так, фуга стоит, не вызывая совершенно никаких подозрений. Абсолютно он незаметный молодой человек. Так, ну что, давайте послушаем, как падают на звуки падения кубиков. Да, все нормально с ней, я уверен. Ну-ка, поиграем. Я попробую. О, Юнану. Борец! Борец! Ну и сделай все, что в твоих силах. Добро пожаловать. Пожалуйста, научите мне правилам этой игры. Это простая игра, тебе нужно предсказать, ну, исход, короче, результат трех кубиков. Посмотрим, если это только первый раз, как на счет угадывать, будет ли суммарное значение четным или нечетным. Ну, четным или нечетным. Я ставлю на счет. Ставлю 50 на счет. Отлично, давай кидать кубики. Поздравляю. Просто вошел в эту игру, как нож в масло. Как два ножа в масло. Как два огромных ножа в масло. Выигрышей первой попытки, у тебя должно быть талант. И у вас, точнее. Уважать, извольте, посетителей. Как начать попробовать более большую самку в следующем раунде? Я чувствую, что у вас специальный особый талант, моя леди. Это так? Ставлю на счет просто. Тысячу ставлю на счет. Вот это да. Привлечься чудесно. Я уверен, что такое решение привлечет к победу. Тогда я кину кубики. Заманивает, заманивает. Ну, прошу прощения, ах, что ты проиграл на этот раз. Тысяча, это для нас не деньги. Я на автомате такой отбиваю за один заход просто. Хотя ты сделал хорошую ставку, я уверен, что... Мне жаль, что не можешь быть счастливой. Когда кубики бросаются... У одного из трех кубиков такой странный звук. Подозрительный стол. Постараюсь избегать играть здесь. Зачем вообще тогда это событие? Чтобы мы потеряли тысячи и все? Опа, догоди. Нет, поздравляю, это был твой выигрыш. Я не понимаю, в чем смысл? Какой смысл, что на Эль может различать звуки, если кубики бросаются после того, как мы делаем ставку? Если бы они бросались как бы в закрытую, и потом мы делали чё-то или нечё-то, то ещё был бы смысл. Так я не понимаю. Выиграть пять раз подряд, я думаю, сегодня удачливо. Видишь, я понял, в чем тот трюк от звуков кубики. Использовался, чтобы предугадывать. А как ты можешь предугадывать, если кубики бросают после решения? Я понять не могу. И как... Потому что нас бы тогда и дилер не мог обыграть. Что за бред? Это было весело. Три тысячи мы выиграли. Если мне понравилось, это здорово. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Уж сердце остановилось. Блин, я хочу поиграть в рулетку. Так, мужик, у тебя какие проблемы? Эй, вы тот человек, который я должен мне только что тысячу, нет? А мы получили три тысячи. Как бы вы не тот человек, ну неважно. Я много выиграл, мои догадки были правильные. Я заработал немножко лишнего. Я надеюсь, что... Вот это и мы дал, что ли, деньги раньше. У нас 19 тысяч. Уже скоро корон должен нас поразить. Какой-то своей идеей. Так, я хочу поиграть в рулетку. Как мужчина у нас какие проблемы. Я вижу ту женщину. Или тут другая женщина, неважно. Но он еще не пришел. Этот парень как долго с тобой будет слить меня ждать? Я помню, что он сказал мне ждать его перед высотой богиней. Ну вот, он больше, чем одна остатая богиня. Я не знал, ведь это мой первый раз здесь. Спасибо большое, денег дай. Ладно, объединили твой несчастный парень. Как мы нашли одну фишку? Бухату. Здравствуйте, женщина. Наконец-то нашла. О чем ты говоришь? Что-то от хотела от меня незнакомка. Денежки верните. Верну фишки? Я не понимаю тебя. Ведь есть доказательства, которые показывают, что я украл их у тебя. Если тебе есть, покажи мне. Но если только у тебя нет камеры на твоем лице, тогда не дошло бы никаких доказательств. Камеры на... Может это питон? Может питон? Есть что-то подобное в очках? Так, ну я хочу поиграть в рулетку. Можно? Действительно. Как я это играть? Так, я понятия не имею, как играть в рулетку, скажу честно. Типа... Эээээ... Я не знаю. Я не умею играть в рулетку. Давайте забудем. Ну, в принципе, я понял. Не знаю, как люди вообще играют в рулетку. Тут, правда, есть пояснение, что есть что. Но я не знаю. Не, не знаю. Не готов я стать на какие-то точные числа. Ну, давайте, например, поставим, что будет красное. Я не знаю. Как поставить-то? О, тут можно выбрать, сколько стать. Я ставлю все свои деньги. Все 19 тысяч. Ладно, ну ты... Давайте поставим тысячу пока. Я буду вращать. Давай, красненькая, красненькая, красненькая. Мы проиграли. Поставим еще тысячу. Мы что, можем типа вращать сами? А, нет, мы... Понял. Все, можешь поменять ставку. Ну, давай, красненькая, приди. Ну, отыгрались. Можно ставить надежно, можно ставить на... На самом деле... Блин, ну, углядитесь, и адекватные ставки, они как 50 на 50. Потому что вот это, блин, с точным числом мы 100% мне кажется не выиграем. Ну, в крайней мере, у меня такое... Часто можно поставить вот так, тысячу. Не, мне в автоматы как-то больше понравилось играть. Мы еще выиграли, у нас есть 20 тысяч. Ну, я не хочу больше встать, можно я просто уйду? Ладно, блин, тысячу потерял. Короче, мой заработок не изменился. Так, надо, наверное, взять, подобрать питона. Да, ну... А кто-то писал, что очень много было диалогов, но так вот тут вообще нет диалогов. Поменяемся местами. Ладно, попробуем пообщаться с той... Блин, ну, как и люди, нормальные люди просто быстрее позвонились с Ноэли. Просто в шоке. Женщина у меня. Да, эти денюжки. Понятно. Вполне убедительно для меня, а? Не походи для меня. Эти очки называются смарт-очки. Это отличная вещь, которая экипирована множеством функций. Правда? Не может быть, он должен быть записал предыдущую игру. Ну, кто знает. Что ты сделаешь? Если ты будешь по-прежнему притворяться невинной, то, на самом деле, очень тупо, потому что... Как бы, ну, как украли-то деньги у Ноэль, пока питон где-то гулял, ну, пофиг. Ну, недодумка, скажем. Да ладно. Я поняла, я проиграла. Вот украденные фишки. О, боже, это было проблематично. Что, хочешь ещё? Я вернула фишки, количество верное. Это проблема. Я подумал, что я могу получить ещё немного денег. Или ты имеешь в виду, что ты хочешь провести время в тюрьме. А, всё рассчитываешь. Вот, возьми ещё 3000, неплохо. Того не должно было случиться. Было плохо... Выбрал плохое время. Его я не смогу сегодня выиграть. Ладно. Это ерунда. Ну, не то чтобы... Я вообще не говорил, что я записал видео с этими очками. Ну, много, как и ожидалось. Во мне не было нужды. Это была ошибка и карманница играть со мной. Действительно. Так, у питона сколько здоровья. Ну, так, так сказать. Выбрал компромиссное значение. Так, опять. Так, да, да. Здорово. Так, а что там с этими сатуями богинек, я понять не могла. Что мне дальше-то делать? Тут есть ещё какие-нибудь события? По идее, должно и для слизнику это событие быть верным. А может тут? Просто как я, тихий, спокойный человек, которому не нравится голумур. Нет, не знаю, короче, чем и надо, но видимо это слизень. Так что давайте его подберём. Блин, он ещё не ходит вперёд-назад. Эхо, помните времена? Так. Блин, я зачем-то попросил у него фишки, ну ладно. Так. Пойдём. Эхо, ну я и подозревал, что у него всего два здоровья. Отлично, выглядишь. Здорово. Так. Ну очень милый костюм, конечно. Особенно шарфик. Так. То, что, кстати, то ли новые события появились, то ли я не общался с этими людьми. Эй, ты такой же, как и я. Я чувствую в тебе какое-то особое, что-то особенное. А? Я? Верно. Вся яркая атмосфера этого казина не подходит тебе, верно? Но для тебя есть путь стать мастером автоматов. Это бой один на один между боемашиной, не контактируя с другими людьми. Но это про меня. После нажатия кнопки, как долго до того, как колесо остановится? Какой промежуток времени? Какой узор этого колеса? Ты просто проводишь время, тихо разбираясь в этом. А, звучит интересно. Позволь мне рассказать тебе маленький трюк. Готов? Сконцентрироваться на колесе. Чувствительности кнопок. Ну и что, Саня Слизень, нашим главным работником на автоматах? Эй, Слизень. Ты раз не сидишь там уже очень долгое время. Если планируешь выиграть в автоматах, вместо того, чтобы выигрывать на одной машине, попробуй выигрышную машину. Погоди, когда ты заработал столько фишек? Хе-хе. Не может быть. Рассматривая машину, ты выигрывал, нацеливаясь на специальные картинки. Ну, прекрати пока. За тобой следит много камер. Ммм, со мной наблюдает? Я не хочу, чтобы появился какой-нибудь страшный человек здесь. Так, давайте двигаться. Ну, мы заработали еще 3000, я полагаю. В любом случае, Слизень, не знал, что у тебя есть такой особый навык, однако пока хватит. Казино, если ты выиграешь слишком много, тебе расставят. Хорошо, что я сидел на обычной машине. Было бы гораздо хуже, если бы ты был на машине, на которой его, короче, увеличивая ставку в 10 раз. Я не хочу, чтобы меня раздавили. Ну, не так, чтобы мне не понравилось чувство концентрации на машинах и выигрышах. 3000. Сколько им надо за корону для счастья? 27000? 29000? Так, ну так очередной мужик хочет пообщаться с жабой. Не будем, пожалуй, его задерживать. На-на-на, все, вперед. Мужчина, вы что-то хотели? А, ты? Что это, ты внезапно даешь мне эти фишки? Это опасные деньги или что? А все безопасно, просто подарок. Что? Просто подарок? Почему? Ты, милая, деньги, разве ты не счастлива? Блин, я был бы счастлив, какой-нибудь романодный мужик дал мне 3000 на улице. Что? Я дам тебе это тоже. Ну, до скорого. Тысяча, что продеш... А, он 1000 дал, а и не 3. Продешевил. Эй, погоди секунду, я так понимаю, мы сейчас можем пойти в третий раз и его найти. Должно быть сочно быть популярной жабы. Мне не нравится это. И что в этом плохого? Этот парень, куда он нашел? Мне нужно найти его снова и... Да, вот, найти его нам и правда не помешало. Так, всякие проблемы. Да, блин, у входа статуи есть. Вперед. Так и не знаю, зачем мы какими-то мужика по кругу буквально. Да, блин, не та статуя. Не та статуя. Четыре статуи, так сложно проверить все. Да, да, иди посмотри. Наконец-то они воссоединились. Стоило ли оно того? Ты. Если ты хочешь делать свои собственные вещи... Чё? Он тут такой. Играть как мужчина, делать он нормально. Деньги хочу. Так, ну, иногда я смог найти свою девушку, похоже, я в долгу. Ну, это надо, конечно, ненять особый интеллект, чтобы проверить четыре статуи. Две тысячи. Я нервничал, когда пошел в казино. И раз уж я даже не слушал о том, где мы встретимся. Как проходит, ты уже заработал... Заработали ли вы уже 28 тысяч? Хорошо, все готово для моего план. Теперь послушайте... Слушайте меня. Прямо сейчас дилер появился из комнаты для перерывов, похоже. Похоже, он скоро появится на этом этаже. Поэтому я отправлю некоторых из вас на задний двор, чтобы поймать его, и затем украсть его одежду и IT-карту. Можете угадать, что случится дальше. Если один из вас замаскируется как дилер и подготовить жульничество на этом этаже, мы потом объясним детали. Если все пройдет успешно, 28 тысяч превратится в миллион за одну игру. Начнем. Питон, ты первый. Притвори, что ты идешь в туалетную комнату. Ну ладно, в туалет, наверное... Да, в идее вход только для персонала на левой стороне главного входа. Я встречусь с тобой, и мы сможем обсудить детали. Что даже не знали. Какой длины делать эту серию? Уже 45 минут. Ну и как-то прерываться. Тоже не очень хочется на этом моменте. Ладно, давайте возьмем питона. И правда. Блин, нам бы найти этого мужика в третий раз и еще тысячу выбить. Как бы тысяча лишней не будет. Так, где его бросил-то? Вперед. Да ладно, миллион бы легко на автоматах набили корону. Вообще без проблем. Я уже как бы... Да знаю, мы уже не играем в автоматы, корон, успокойся. Так, где вход для персонала? Как мы сюда попасть? Честно говоря, я в недоумении. Так, тут есть какое-то событие, кстати. Я все же решил, что грешно оставлять этого мужчину без третьего свидания с жабой. Эй, я нашла тебя. Эй, чувак, прекрати это. А? Я пытался себя сдерживать, но он говорит, что я милый или что-то подобное, и просто давать мне деньги. Мне не нравится ребята, которые пытаются выиграть расположение женщины деньгами. Твоя скрытая пансия у женщины счастливы деньгами очевиден. Да, это грубо, в общем. Если хочешь, чтобы увидеться женщиной, покажи это словами или действиями. Люди, которые меняют ради денег, это мусор. Вот это речь прямо. А? Я впечатлен. Что? Потому что... То, что у моего отца есть деньги, все пытаются угодить мне. Мне никогда никого не было раньше, кто говорил со мной так прямо, как ты. Это открыло мои глаза. А, хорошо, понятно. Я начну жить как настоящий мужчина. С фишками, которые я дал тебе. Пожалуйста, прими эти деньги в благодарность за то, что ты позаботилась обо мне. Прощай, прекрасная леди. Эх, я бы надеялся, что это... Что вообще-то был за парень? Читать лекции богатому мальчику. Удивительно, ты хороша в том, что присматривать за другими. Нужно говорить удивительно. Так, ну нам все же надо найти вход для персонала. Я, кстати, кажется, его вижу. Что же, почему бы нам не посетить это прекрасно? Это он? Эх, 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 а что мне делать тогда? Или немножко притвориться, что я иду в ванную? Что-то я немножко запутался. Так, ну там, парень, может, прийти какую-нибудь милую девочку. Мне что-то лень. А, нам нужно в эту комнату все, понял. О, это же Корон. Здравствуй, Корон. Ты прибыл? Пожалуйста, объясни, что мне делать. Я хочу... Я хочу тебе. Я хочу... Блин, я люблю... Это эти неловкие разделения. Когда мы еще увидим, как Корон говорит питон, я хочу тебе. На самом деле он просто хочет, чтобы он контролировал охранные камеры с этого ноутбука. Контролировать охранные камеры. Сейчас одна из них находится в комнате для отдыха, где находится наш тигр. И еще две в коридоре. Но нужно что-то сделать с этими камерами, или мы не сможем атаковать цель. Понятно. Тогда это просто. Пожалуйста, дожди мне твой ноутбук. Эх, эх, эх. Хм. Похоже, я могу изменить направление камер в коридоре и комнат для перерывов, но... Охранная камера, которая спрятана в растении и в коридоре, она фиксированного типа. Отсюда я могу только включить ее или выключить. Если мы выключим энергию, это сразу заметят в охранной комнате. Нет, не проблема. Будет же нормально, если мы заблокируем камеру, не отключая ее верно. Если мы сможем поменять направление, не камера наверху, а оттуда, тогда можешь пойти туда и передвинуть камеру в растение. Если даже ты так говоришь, то там охранник прямо перед комнатой для перерывов. Все же туалетная комната, все еще. Если мы попробуем коснуться камеры, охранник заметит. Если попробуешь ее снять, то камера... Если попробуешь избавиться от этого охранника, то камера заснимет тебя. Несмотря на то, что мы находимся на камерах, мы будем оставаться в ней поле его зрения, так, чтобы это не казалось чем-то подозрительным. Ничего не понял, опять. Жаба, ты слышишь меня? Теперь твой ход. Я выищу тебя, твои важные роли, поэтому, как уже говорилось раньше, коснись подбородка, если слышишь меня. Если нет, почеши голову. Если я не слышу его, я бы не смогла бы ответить. В любом случае, я просто коснусь подбородка. Хорошо, ты меня слышишь. Я продолжу. Тебе нужно будет направиться к входу для работников с правой стороны казино. Там есть комната для отдыха, мне дальше по коридору наш дилер в этой комнате. Я буду управлять камерами охраны отсюда, но тебе нужно позаботиться об одном охраннике перед комнатой и камере, которая зафиксирована на цветке. Я даже двигался так, как проинструктировано. Слушай, Жаба, успокойся и послушай. Тебе сейчас нужно стать девочкой. Что? Не говори. Слушай спокойно. Ты отправишься в комнату для отдыха. Но ты будешь притворяться, что ты девочка, которая потерялась и слаба. Ты будешь притворяться незамечающе, верно, глупой девушкой, чтобы ослабить его бдительность. Направь его ко входу в ванную. Там нет охранных камер, поэтому выруби его там. Даже не пытайся чесать свою голову, чтобы сказать нет. Наэль или слизи не могут этого сделать. А что, если наэль руки нет, так она уже и не женщина? Найди верный момент, чтобы избавиться от охранника перед ванной. Я не могу подогнать никого оружия, но ты должна вас уметь этого... А, ну да, понятно. Наэль же руки нет, как она избавится вообще от охранника. Потом вернись к комнате отдыха и отключи... А, и поверни камеру в цветке. В общем-то. А, ну и ещё тилер в комнате для отдыха. Ну, я думаю, для тебя это будет легко. Даже если хочу отказаться, я не могу с тобой поговорить. Это несправедливо, Корон. Ну, мне жаль, но... Только ты из нас можешь это сделать среди всех наших пятерых членов команды. Если всё будет хорошо, я гарантирую, что мы сможем заработать миллион фишек. Но не сделаешь неодолжение. Как бы, что к тому, что я должна это делать? Я думаю, что готова. Пожалуйста, отправляйся к входу для персонала справа от главного холла. Я скоро с тобой свяжусь. Пойдём. Так, ну думаю, на этом мы на самом деле... Спасибо. Закончу серию. То она же очень длинная и выходит. В принципе, не самое худшее место, чтобы остановиться. Так и заработали мы даже 30 тысяч. Надеюсь, вам понравилось. Несмотря на то, что всё было, возможно, довольно однообразно, ещё игра по счёту начинает лагать. Не по непонятным причинам. В любом случае, с вами был Авангард. Надеюсь, что вам понравилось. И до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии.